Продолжаем мы наше предыдущее видео по BMW, по ее ремонту задней части. Ребята, сейчас я уже более детально все осмотрел и пришел к тому, что нужно было снимать все-таки бак. Ну давайте я покажу вам все то, что я уже тут нашел и в принципе, давайте так скажем, в двух словах рассказываю. Ну во-первых, я нашел тут трещину. В этом месте я уже начал ковырять герметик. Ну и кажется, так это все выглядит, что увидел трещину по герметику и его начал ковырять. Вообще, расковырял до туда, походу, видите, вот идет дальше трещина. Вот по этой части, я думаю, дальше она идет сюда. Она будет отковырять все это дело и заварить, короче. Понятное дело, еще лотку какую-то положить, потому что, вот смотрите, видите, она пошла. Причем, что ее же не везде было видно, только в самом начале здесь, как маленькая трещинка была по герметику. Понятное дело, пришлось расковырять. Это, кстати, могло быть следствие ДТП, потому что она была битая в жопу. Это, кстати, было сразу видно. Единственное, что видите, как получилось, интересно, что вот такая трещинка, ну, никто ее не заметил, либо кто его знает, короче. Суть в том, что это в любом случае нужно все дело заваривать. Потом поехали дальше. То, что я раньше говорил, также трещина, кстати, с этой же самой стороны. Я думаю, эта трещина образовалась не из-за плохого металла, а из-за того же удара. Вот, одна трещина, а его вторая трещина. Это сделать, потом здесь просто зачистить и обработать в этом месте. За баком все, в принципе, неплохо. Я так посмотрел. Ну, кое-что подоходил, конечно, для обработки пойдет. Хотя вот сейчас начал присматриваться, вроде бы тут что-то тоже непонятное. Так, вот тут тоже герметик отдираем. Получается, это ничего в наташном нету. Нет, нормально вроде все. Значит, в этом месте все более-менее неплохо с этой стороны. Значит, здесь, в принципе, тоже зачистить и обработать. Ну, и, как я и ранее говорил, вот это место. Вот я уже показываю. Что оно лучше видно. Вот, отгнило кусок, видите, надо будет тоже вырезать и подваривать. Также эту полку, которая выняла, вот эта часть, вот она. Также будем ее отрезать и новую приваривать. Ну, то есть, в принципе, то, что я и говорил ранее. Здесь, само собой, но тут уже как бы салон присутствует. Наверное, все-таки просто снимать тогда заднее сидение и обшивку салона, ну, нижнюю часть, чтобы это дело понормально обработать. Но это можно сделать даже и потом, когда машина будет уже стоять на колесах, потому что она, по сути, мне уже не мешает. Ну, и тут самое такое интересное еще, когда она была витая, кстати, видно, что ее, когда варили проволокой, ну, видите, повылазила сюда, внутрь, получается, варили снаружи, то есть с балажником. Варили точками, вот, за герметиком это дело примерно видно. В принципе, варили как бы, ну, как бы более-менее еще по-правильному, да, точками, не сплошным швом. Это уже хорошо. Единственный момент, я думаю, что ее плюс-минус там как-то вытянули, ну, может быть, и не идеально, конечно, потому что, видите, старый герметик, какими-то местами у нее не совсем, не совсем, может быть, сходится, где-то сходится, но дело в том, что, возможно, здесь подпадало, поэтому тут нельзя рассказать конкретно, что вот по герметику нужно что-то там судить. По сути дела, машина ездила, проблем с задней подвеской не было в плане того, что уже резину там, либо что-то не уставляется, я так понимаю, что в этом плане все работает. Моя задача просто все это дело нормально благородить и обработать, потому что так, так, оставить ее точно нельзя, потому что доступ хороший, и все это дело делается, но элементарно. Пренесемся на другое место. Я хотел рассказать небольшую историю о том, как я, получается, выбирал себе свою 39-ку, и у меня был выбор. В общем, когда я смотрел в форуму, во-первых, дизелей изначально, это был 3, как дизель, ну, естественно, с тургина, они все идут, то я хотел также 39-ку, попалась у меня одна в продаже, она стала чуть-чуть дороже, вот, но я как бы смотрел, у нее она прикольно смотрится. Кстати, вот эту машину купил мой хороший знакомый, вот такая пушка, смотрите, как она смотрится классно, в таком цвете, да. В общем, это та 39-ка, которую я хотел приобрести, она стоила дороже, она полностью вся покрашенная, по-моему, в 21-м году выглядит она огонь просто. Я думал, а может взять себе такую, то есть не надо будет заморачиваться, красить ее, и дизель 3 литра тоже надо, еще и на автомате, то есть с комфортом. Ну, потом все-таки я подумал, что брать надо то, что уже из завода едет, и это была моя 50-40-ая, со своими проблемами, естественно, которые я уже начал находить, и вы все это видели, и сейчас я просто показываю ту машину, которую я бы мог купить. Ну, и немного хотел, конечно же, сказать вам тоже, она уж как бы продавалась, она, по-моему, за 6 тысяч долларов ее купили, то есть она как бы не дешевая, и продавалась как хороший автомобиль, я помню описание, ну, хоть посижу за рулем, что ли. Крутяк. Кстати, ты знал, что, я Саняка не буду показывать, попросил, значит, ты знал, что руль у меня стоит такой же, как у тебя, такой же самый, только у меня, получается, по компетентации должен быть эмочный на моей машине. Я нашел книжку, и там это было написано. Ну, в общем, я хочу в теории вернуть его, чтобы то, что было изначально в салоне. Я на симпатичнее, чем этот, конечно. Не, ну, этот твой родной, да. Да, нет, эмочный красивый. Ладно, Саня, скажи, вот такую вещь, что ты с ней сделал? Ну, я вижу, ты поменял магнитолу сразу, Андроя. Да, я был, на штаты магнитолу, вот этот джойстик, поставил обычную ручку, у меня не больше нравится. Да, здесь был джойстик с 60-ки, рестовой, он такой, знаете. Не вписывается он сюда абсолютно. Савласен, сто процентов не вписывается. Ну, и, в принципе, по мотору мою машинку уже замеряли раньше, она, ну, плохо поехала, как бы, не, ну, ехала, как бы, быстрее, чем, конечно же, Жигули, естественно. Я имею в виду, что поехала для этого машины плохо. Были проблемы, правильно? Да. И первое, что там не было, неисправно. Ошибка по датчику социального воздуха. Датча расхода воздуха. Она всегда думала, что минусует. Ну, в аварии, короче, было. Да, и смесь, но непонятно, какая получилась. Да, да, вот это, я думаю, что и была твоя самая большая проблема. Кстати, сколько он тебя вышел под нигом? Замена датчика. 1700 сработает. Ну, я поменялся, будет. Ты бушный стоял? Да. А, бушный, бушный, да. Потому что я смотрю, что новый дороже стоит. В принципе, ты знаешь, для всего, ну, на все про все-то, как бы, это не так уж и дорого. Да, сработается 1700. И больше ничего, да, не делал? Ну, что еще делать? Я кавакаре поменял еще. А, ну, это клапан, вентиляция картера газов, да. Кстати, я тоже его менял. Мое видео по BMW было, по ремонту вы можете это посмотреть. Старое видео. Кстати, у меня он стоил недорого, этот клапан, 1400 гривен, не обошелся. Я покупал новый. Ну, ладно, с вами. В принципе, я все же хотел, показал, машина классная. Тут все, и люк, и он работает, да, у тебя? Ну. Ну, никаких проблем, да, нету? Абсолютно. Вот, шторки сзади нету. Ну, у меня, по капитации, шторка есть. Но, ты видишь, индивидуальная, это то, что хоть тогда заказывал. Ну, самая густенькая, на тряпке, без электропилота. У меня тоже тряпка, кстати. Кстати, я не обратил внимание, что эти тряпка, да. Тряпка, да. Тряпка, да, у меня тоже тряпка. Но у меня тряпка заказана была, опцией. И вот эти вставки у меня под дерево, а у тебя, видишь, просто черное. Это что-то вальпом надо будет, да, да. Ладно, давай тебе удача замериться. Да, спасибо. Попробуешь, да. И, в общем, мы покажем моментовый результат. Мы еще ожидаем просто завод увидеть. Мы не ожидаем какого-то чуда. Да, завод, да, увидим его. Да, все. Кто по заводу, это машина, антрасоветный кузов, 3Т-дизель, должен ехать 7,8, да? По идее. 7,8, ну, ничего, если так как бы немедленно, скажу тебе. Даже по заводу. Ну, ты говоришь, что этого, скорее всего, не будет, да? Ну, я так думаю, там мои... Ну, я понял. Ну, давай сейчас поедем и все, выясним. Все, так, ну, пока есть один спутник, может быть, некорректный замер. Ну, давай попробуем для пробы. А там, если что? Ну, старт уже лучше. Я тебе так скажу. Так, смотри, Таврия впереди. Нет, все, тормози. Тормози, тормози. И сейчас, да, мы, кстати, не добрались, конечно, ну, делаем круг обратно и там, понял. Да. Да, ребята, мы за безопасную езду, поэтому лучше... Никому не мешает. Да, никому не мешает, все правильно. Повторный замерчик. Когда машинки проедут, естественно, да. Не без этого. Уже не нравится, она приятная такая. Нажимает. На старте хорошо идет, да, кстати. Я вот поспешил, что сбросил данные. Сейчас, гляну твои 60 футов, сколько ты поехал, пока мы стоим. Сейчас. Вот твои... 60 футов 2,3 у тебя, смотри, показывает. Ну, смотри, когда я еду 2,3, 60 футов, у меня 0,100, там, 6,5. Да, моей, понял. Но у меня ходом просто лучше едет, да. Ну, ходом у тебя намного лучше едет. Ну, это 100%. Не поспорьше, да. Ну, как бы, ты знаешь, вот у тебя вроде как рывок на старте такой прикольный, а все равно 60 футов в слабеньке, да? Вот как так, да, получается? Или когда сидишь за рулем, наверное, оно так, знаешь, не ощущаешь такого, когда сидишь. А чувствуется, да. А я не чувствую, я когда на своей еду как-то, ну, просто еду, все. Знаешь, моя задача на моей BMW, просто не пустить ее в букс и все. Не, ну, у тебя опасно, да, уже, тут такого не надо. Вот видишь, тут она уже умирает на третьей передаче. Ну, как, меньше становится динамика. Ну, все там... Да, да, все уходит. Смотри, получается 0,100, я когда увидел, уже не было смысла там дальше ее давить. 9,25, но это было со мной. 9,2? 9,2, да. Значит, сейчас, наверное, мы как сделаем? Ты просто поедешь сам на лучшее время. Ну, в общем, мы с тобой вдвоем приехали, 9,2 мы сняли. С X мы снимали, в принципе, то же самое. Там у него по-разному было 9,1, попадало 9,2 тоже было. То есть плюс-минус одинаково. Поэтому тут... Ну, X поехал в свое лучшее время сам 8,8. 8,8, да. Сейчас проверишь. Отвечемся от темы, и я хочу сделать своего рода небольшую рекламку того, что мы сейчас делаем. А делаем мы розыгрыш лимонки. Это ВАЗ-2103, которое я ранее уже говорил, и сейчас идет активная его фаза. Сейчас вы можете перейти ко мне в Инстаграм, написав личное сообщение. Я хочу участвовать. Белетик стоит всего лишь 200 гривен. Количество билетов ограничено. Это очень важно, потому что вы сможете почитать свои шансы на выигрыш. Ребят, всем удачи еще раз. Переходите. Ссылочка находится в описании к этому видео. Решил я начать с того, чтобы зачистил все эти места, где нужно варить. Самые такие, скажем, основные, я считаю. Ну и самое основное место, это вот это. Значит, на самом деле ничего страшного здесь не было. По сути дела, у нас просто выгнило вот эту часть. Вот этот вот низ. Не знаю, почему. Почему именно здесь. Везде все хорошо. Вот именно здесь. Сам подократник, он целый. Вот он стоит. Кстати, я не знал, конечно, о каком строе. Но видите, если посмотреть туда внутрь, вообще все очень классно. То есть, то, что выше этой полочки, да, вот скажем, в заключении вот этой части, я еще чем-то зачищу, наверное. То, как бы, вот дальше все хорошо. Ну и сам подократник, он тоже, да, весь в краске. То есть, в принципе, как бы, очень классно. Кстати, вырезал я по огневой части. И так, видите, совпало, что там, где был металл прогнивший, вот он закончился буквально на этой заглушке. Тоже так интересно получается. В общем-то, возможно, в этом месте что-то скапливалось, какая-то влага, и что-то такое, и не выходило. Ну, в общем, непонятно. Заглушка даже есть. Вот, пожалуйста, да. Сюда. То есть, непонятно. Понравилось, чтобы подократник остался целый. Кстати, здесь нет вот такой вот вставочки. Ну, кто не знает. Я тоже, кстати, этого не знал. Такая вставочка, она, видите, как вот такой формы вставляется вот в порог сюда. Это я сюда поставлю, ну, чтобы показать. Вот. И туда же нам аналогично будет вставляться. То же самое, вот видите. Я, как бы, не ставил до конца, чтобы это не снимать. То есть, в принципе, она была просто-напросто утеряна с этой стороны, поэтому ее и не было. А так, как бы, такую штуку еще куплю одну. Пятачок этот, как правильно назвать. Куплю ее, и будет, в принципе, все нормально. Все подократники на месте. То есть, то, что вот 39-х слабое место, это ее подократники нецепо, я знаю. И здесь всего, как бы, все нормально. Промежуточная вставочка. Вот так вот я подводил саму трещину. Зачищу, просажу и хочу еще накладочкой сверху, как бы, усилить. Ну, так как это место уже отрезнутое было, естественно, что усилитель не помешает. Ну, а на низ вот такую пластинку вырезал. Это подократник, получается, отверстие. Ну, выполнен, так вот образом поставлю. И потом еще отдельными полочками в виде уголка сюда будет приваривать. И совмещу все это, получается, по кругу. В общем-то, ну, что я хотел показать. И перед тем, как я буду это делать, сейчас я внутри задую таким рампом. Ну, нашел просто, продавался в магазине обычном. Хуже, конечно же, не будет. Обработаю эту часть пластинки. Когда приварю, то уже, это уже будет наружная сторона. Потом ее, когда уже все сделаю. Сначала изнутри это сделаю. И то, что у меня там вырезано, там, где я защищал, так же сейчас обработаю. Вот. Ну, все, в принципе, то, что я хотел показать. Не знаю, как этот рун будет работать, но вроде как написано, что я захист в эсклорозии 98%-ки. Вот так вот. Вот так вот я сделал эту часть. Таким вот полочкой, получается, два металла. И вот, в общем, это сейчас уже полностью готово. Честно говоря, это было самое, пожалуй, такое геморройное место. Ну, в том плане, что нужно было тут и бак снять. Ну, до удобства, понятное дело, что все это поварить. И да и вообще больше работы. Все остальное, ну, как я уже показывал, так же, мелочевка, вот это все. Это все, как бы, ерунда. Сейчас там так же зачищу, простучу и ватку сделаю. В общем, это не особо уже интересно. Но вот это было самое, пожалуй, интересное место. Сейчас я его еще загрунтую. Потом еще обрабатывать будем. Подобного рода обработка, как заводская. Она так же саморезинно возьмется. Ну, и покрасим. То есть, в принципе, как бы будет нормальное место. Углы вот эти все, еще ряды, которые образовались. Где-то сама сварка, где у нас есть, обрабатывается шовным герметиком. В принципе, на этом, я думаю, с этим местом мы закончим. Осталось у меня еще вот такое место, получается, вот это вот. Я его, наверное, буду делать либо потом, либо, ну, посмотрим, короче. Тут, поздно, надо будет салон снимать, обшивку. Поэтому сейчас я пока не буду трогать. Ну, а здесь, как я и говорил, все нормально. Только вот это, видите, есть тоже обработка. Надо будет ее отодрать. Там и державчина зачистить просто, и все. Приклад, гниликатор нету, потому что, когда гнило, оно прям руками отрывается, полка сама тут все целое. По этой стороне я сделаю также отверстие. Либо я их сделаю, отверстие получается сейчас, либо же лучше всего будет просто прикинуть сюда сам брызовик, ну, пастиковый. И там два отверстия будут, я их просто размечу, сниму брызовик и просверлю отверстие. И все, как бы это самый будет верный способ, пожалуй. Забыл добавить, что есть такие еще отверстия внизу. Вот я их показываю. Там строится подклипсии, крепят пастиковый такой, ну, не знаю, брызовик, наверное, какой-то. Ну, в общем, внизу ставится пастиковая штука, так как крепится. Она идет по всему порогу, получается, вот оттуда и до сюда. Ну, само собой, я ее приложу на те отверстия примерно. И здесь размечу по ней так же сам буду сверлить, потому что их я, ну, понятно, по месту, проще всего. По поводу всего остального, ну, здесь же, понятно, я его все поварено, только надо убрать герметик, вот это, что торчит, зачистить, обработать от ржавчины и так же самое загрунтовать. В принципе, вот этот план, который, ну, я и преследую в первую очередь. Естественно, что после этого, когда я сделаю, у меня надо будет ждать, потому что сейчас я, как я и говорил, заказывал сайлентблоки. Время, как бы, идет, ну, скажем, долго, и сайлентблоки пока мне сделаются 5 дней, из-за обещанных 10 дней. А через 10 дней, я думаю, их все равно не будет, поэтому будем ждать еще дольше. За это время я еще подумаю по поводу всех остальных элементов, как я и говорил. Сайлентблоки, которые, возможно, я поменяю, потому что они уже, видно, что с пробегом, ну, как бы, они нерваные, само собой еще работают, но на полиртан заменить, я думаю, лишним бы не было точно. Посмотрим. Это все, как бы, вопрос денежный, конечно же, и, как бы, время пока есть, время идет, я думаю, что что-то сделаем. По баку тоже есть пару мыслей. Сейчас, кстати, я, наверное, покажу. У бака у меня стоят шланги топливные. Ну, я уверен, что они такие же самые родные, так оригинал, как и все остальное, потому что бак не снимался, соответственно, чтобы заменить, допустим, вот эту трубку, да вот, она же идет завальцованная на шлангу резиновая, вот получается. Сама шланга, она уже твердая, то есть она не гнется. Этот тоже такой твердоватый, но за счет того, что он длиннее, как бы, его можно лучше согнуть, этот гнется, ну, скажем, очень плохо. Само собой, что, ну, их лучше заменить, учитывая, что есть доступ, поэтому я сейчас тоже буду узнавать по поводу этих шлангов, сколько они стоят, вообще можно ли их купить и так далее, то есть, чтобы ничего не колхозить, имеется в виду. Поэтому сейчас пока по ценам я не могу сказать, сколько это будет стоить, ориентировочно даже никак не знаю этого. Но, я думаю, уже когда я буду собирать, это будет уже в следующем видео, то есть я вам все это дело расскажу. Мне показал еще один момент, смотрите, в этом месте, так, я думаю, лучше будет. Видите, также есть трещина, и вот эта часть, она как бы немножко сюда выдала, да, ее? Ну, само собой понятно, почему. Так вот, тоже сейчас надо будет ее прихватить, эту трещину обварить, и эту часть застучать туда, вовнутрь. Почему? Потому что у меня в этом месте твердоватый колесо подкрылок. Я, кстати, не мог понять, почему, но теперь все стало понятно. Так что ничего, как говорится, не бывает необъяснимого, все объясняется. И эта шпилочка, если обратить внимание, немножко как бы стоит наклонена, видите, как бы сюда вниз. Это ровненько стоит, вот. Это как бы наклонено вниз. Вот и все. Ну, теперь мы заканчиваем это двухсерийное видео по работе с задней частью 39-ки, и я надеюсь, что в будущем работы будет уже меньше, потому что, честно говоря, я рассчитывал, что буду зимой уже ее типа заниматься, а на самом деле, вот уже буквально за небольшой период времени я уже фактически сделал, скажем, не такую нормальную работу, осталось только вот купить запчасти и это все дело собрать. А это уже такое дело второе. Дальше у меня осталось, помимо этой сборки, я еще, может быть, успел ее протестировать до первых снегов блокировку. Блокировку, ну, хотелось бы, конечно, блокировку, заварку, ребят. Я еще напомню, что у меня лежит редуктор, который я собираюсь заваривать и ставить его на этот кузов. Этот редуктор ставился на объемы двигателя от 39-ки 2, 2,5. Понятно, дело, он слабее. Это все лишь, всего лишь навсего будет тест, и я надеюсь, удачный. Пока еще у меня неизвестный вопрос, как я поставлю, потому что этот редуктор широкий, этот редуктор узкий. Я надеюсь, что фланцы, которые идут к этому редуктору, они такие же самые, такие же самые, как вот эти, и, как я видел, они немного шире получаются. Поэтому, возможно, за счет фланцев я выйду на размер, который необходим для его сборки. Но это мы узнаем в будущем. Возможно, кто-то знает эту информацию. Вы можете мне подсказать, написать комментарий, как это должно быть, потому что я пока информации не нашел. Чисто иду, как говорится, своим опытом, своими, как говорится, пробами и ошибками, как говорится, делаю. Вот, все, ребята, в принципе, на этом, я думаю, все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорого.